С каждым новым обновлением мы всё глубже погружаемся в лор ведьминого шабаша. Поэтому сегодня мы поговорим об одной из самых загадочных и интригующих фигур этой организации. По названию видео понятно, что сегодня речь пойдёт о Барбиот. Ну и давайте быстрее начинать. Барбиот не просто старая ведьма, а настоящая легенда мира астрологии. Её полное имя – астромант Барбиот Трисмигистус, что в переводе означает «трижды великая исследовательница звёзд». Впечатляет, не правда ли? Но почему же Мона покинула свою наставницу? Оказывается, всё это из-за одного забавного случая. Барбиот отправил Мона в Монштадт, чтобы забрать у Клей секретный сундучок. В нём оказался личный дневник молодой Барбиот. При этом наставница строго-настрого запретила Моне заглядывать внутрь, пригрозив, что прикончит её, если та ослушается. Ну и как вы могли понять, Мона движимое любопытством, и возможно, профессиональным интересам астролога не смогла устоять и всё-таки заглянула внутрь. Опасаясь гнева наставницы за нарушение прямого запрета, а также за вторжение в её личную жизнь, Мона решила не возвращаться и осела в Монштадте. А если вы тоже хотите выбивать новых персонажей, на сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и уну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты – всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки, для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Паймен. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Но несмотря на свой высокий статус, Барбелот кажется стала объектом добродушных насмешек среди других ведьм. Её ученица Мона часто называет её старухой и дурындой, а Алиса Мамакли тоже не стесняется в выражениях. Похоже, подшучивать над Барбелот – это своего рода традиция в шабаше ведьм. Однако не стоит думать, что Барбелот не уважают. Напротив, её мудрость и опыт высоко ценятся. Мона, несмотря на свой острый язык, глубоко уважает свою наставницу. Она хранит подаренный Барбелот глаз бога как драгоценную реликвию, напоминающую о времени студенчества. Интересно, что именно Барбелот научила Мону гидромантии. Искусство читать звёзды в отражении воды. Уживое небо отражается в обманчивой воде и порождает истину мира. Говорит Мона об этой технике. Барбелот – это необычный человек. По словам Моны, она прожила уже несколько веков. Хотя она и считается старухой, которая с трудом передвигается, и её долголетие впечатляет. Имя Барбелот имеет глубокие корни в мифологии. В различных текстах Барбелло описывается как первая эманация бога. Мать Илонов и даже как богиня – ответственное затворение вселенной. Такое значимое имя намекает на то, что Барбелот может играть важную роль в истории Тейвота. У Барбелот есть свои милые причуды. Например, она любит выбирать шляпки и называет Мону Мэгги, что очень раздражает её ученицу. В трейлере «Чаепития ведьмы» видим момент с звёздной чашкой Барбелот и её попытку погадать. А шляпу она выбирала именно для Кли. Несмотря на все шутки и подковки, Барбелот остаётся загадочной и очень влиятельной фигурой. Её пророческие способности впечатляют даже Мону, которая признаёт, что только её наставница способна предсказывать судьбу целого мира. Так, кто же такая Барбелот на самом деле? Просто эксцентричная старая ведьма или ключевая фигура в истории Тейвота. Возможно, будущее обновление игры пролю цвет на эту загадку. А что думаете вы и какую роль может сыграть Барбелот в грядущих событиях, пишите в комментариях. Ну и по классике не забывайте подписываться, не скипайте диалоги в игре и всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok